всем огромнейший привет из магнитогорска и добро пожаловать в мой влог друзья всем доброе доброе утро всем хорошего начала дня позитива и настроения вот такой вот аутфитик на улице ранее ранее утро 14 градусов показывает по крайней мере у меня телефон мы на низком старте чемоданы рюкзаки зонт значит у меня здесь рюкзачок такие вот кофточки настина моя и сейчас нас максим отвезет до трансфера и мы на трансфере едем в город уфа и уже из города уфы с вами стартуем на поезде на симферополь едем транспортной компанией гранд сервис называется у них сайт но это таврия и в общем-то вот такой вот лучок я штанишках джинсиках потому что еще надо из магнитогорска доехать до уфы у нас там будет время немножечко до поезда и как раз уже сядем на поезд и начнем жизнь поезде дорога с уфы до симферополя в часах не помню ночью два с половиной дня пути точно ехать поэтому в час мы садимся в уфе и только через два с половиной дня уже в 4 20 мы приедем в город симферополь и из города симферополь будем продолжать свой дальше путь ну а пока пока в общем то нам надо добраться едем его на море в пятером так что все увидите набираетесь попкорна и вкусняшек и начнем наше путешествие ну что все в сборе все в сборе где там еще где там еще отдыхающие а вот еще отдыхающие отдыхающие пока ждем еще транспорт ну что стандартный вопрос перед отправкой жены на море ты будешь скучать или ну так как бы не решил еще говорю а когда ответ мы узнаем друзья вот так что все отъезжать будем скоро вот и вот и серебристый все грузимся друзья и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 как предвкушение пока не понятно аэропорт аэропорт оговорочка по фрейду такая да за ожидания даже до вокзале нам понравился прошлом году мы приехали с крыма максимом мы просто вышли вот так прошли и там нас уже машина ждала а мы знаешь куда пошли мы пошли вон по тому мосту и мы такие а куда у нас вот здесь в этом память до я думаю как а как вернуть можно я поэтому не видела вот эту часть вокзала первые в зале ожидания здесь ну что на четвертый путь него что друзья начинается у нас с вами жизнь вокзальная пришел наш поезд ищем свой вагон вагон 3 у нас поэтому идем начало поезда мы едем в самом первом вагоне оказывается с вами друзья да сейчас фотографируем и будем доставать паспорта туристы в поезде которых ждали в челябинске которые решили сесть ну что друзья мы уже в поезде затолкали чемодана дали нам уже покажи постельное белье так что потеряли нас ждали нас в челябинске а нас нет и нет а мы сели в буфе вот так что кто вещи достает кто что у нас ну что то есть я конечно только пели в поезд и конечно же начинается вкусная картошечка капуста мяско огурчики помидор я уже тут не дождавшись опустошил твою тарелочку я буду маленькой ложечкой где мне здесь они косые сумки сахар тебе сахар нужен? лок у в том году на боку а у ля 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 но уже перешли на на кофе, на чай, вафли, печенье, мармелад, все остальное, сыр какой-то. Тут издержки какие-то вставали, в пелья найдены. Вот так вот. Ну не посередине же, что ты, расправишься. Если они не захотят ее, ну, типа, забирать, ты ее забери, мы вот здесь вот повесим. Ну, закроемся от всех соседей в коридоре. Я согласна, если вы мне свое отдадите. Власти говорит, что мы в этом году подготовили меня в поезд. У нас тут 200 филвордов уже пошел, два слова отгаданы. Она говорит, сейчас и не успеем огляднуться, самое главное, до Дошираков дело дойдет. Вот, уже все поели, посуда помыта. Я тут себе этот ханритин с глюкозаминчиком, чтобы выпить не забыть. Вот, у меня тут такая мини-косметичка в поезд беруши от громких соседей. Кремушек для рук, бальзамчик, помадка, кремушек есть для ресничек. В последний момент вспомнила, что я забыла взять бьюти-блендер, взяла бьюти-блендер. Еще меньше не было. В общем, это самый маленький, который, новенький взяла, для ресничек. Вот, ну, в общем, всякое... В общем, здесь зеркало и все, что я забыла, станок, что я забыла в последний момент положить. Румяшки. Румяшки тут еще, кстати, где-то. А, вот, Рулиана тоже забыла. Это, в общем, называется, кидала все, что забыла, что уже не вошло в чемодан, и что я вспомнила в последний момент. Так, что у меня тут еще интересного есть? Интересного у меня есть. Зубная паста, спрей Витадер, там, для лица, зубы чистить, кремушки. В общем, всякая осятина. Интересная. Салфеточки. А потом такая косметичечка. Тут у меня патчи, коллагенчик, хондроитинчик, там, наушники, средства гигиены. Ну, в общем, всякие такие штучки. Ну, и все. Пауэрбанк. Там украшения. Книжка. Пауэрбанк. Ребенок чей-то проснулся, патчет. Вот. Ну, в общем, все самое интересное было тут. Телефоны уже заряжаются. А вот. Так, что у нас в пассажирах малыш. Малыш в пассажирах. Так, что, в общем-то, розетки есть. Ножки мои. Носочки, вода. В общем, уже что-то заряжается. О, уголочек уже у нас отгадался там. Что на меня свалилось? Это Илья дёргается. Ты его, походу, манатки. Твоё что-то выпало. Ну, прям на голову попало. Прям на голову попало. Еще, где-то, я думаю, он погладить хочет. Он еще не выпил. А, мне, что-то, наверное, как раз подушка палит. Хоть, где-то не одна выказала. А, это моё окошь. Ты не понимаешь, что ручка. Сейчас стяну тебя с попки. Сдерну с попки тебя. Сейчас выпадешь у бабушки. Давай. Валетиком. Давай. Падешь валетиком. А тут у нас какой по счету? Кроссворд третий. А подушка тебе зачем никак не могла? Я не так комфортно с ней не хочу снимать. Не расстается, понимаете что? Не расстается. Я ее зачем брала? Мне хорошо. У нас тут фильмы, дети, кроссворды и все остальное. Шевер. Вот, сомали. У кого что? Помойте меня. Как это? Мы просили. Мы просили. Не знаю, где мы, но пока едем. Каких-то длительных остановок у нас не наблюдается. На этом направлении на Ростов главный. Мы тут решили снова поесть курочка копченая. Здесь уже горяченькая. Доркие огурчики. Кто с сыром, кто с мазиком, кто с чем. Кто призамерз и решил, значит, накрыться. Ой, ну как без дошика в поезде? Это просто, просто без него никак. Так, хлебушек. Илья решил отсесть. Поиск полупустой. Не знаю, может быть, в Самаре, в Саратове, в Волгограде еще будет. Поиск полупустой. У нас сейчас со спасательным кругом все ездит. Да она так шею греет, приятно. Тут так холодно. Поехала в костюме мисс России. А на спине покажи нам, какая вышивка мисс Россия с конкурса. Он сейчас будет весь костюм в дошираке. Снала бы мне с Россией, что я делаю с костюмами. Доширак полетит. Как вам, Илья, вкусно? Все соседи вообще отсутствуют там. У нас поезд-то пустой. Поезд полупустой. Никто не едет в Крым. Еще не заварился. Страшно? Новые правила. Сказали снимать мост нельзя. В туалет ходить нельзя. В туалетах будут закрыты. И ходить по поезду нельзя, когда мост будем проезжать. Ни фото, ни видеосъемка, ни фиксация. Не двигаться, не дышать. Ничего нельзя. Сомнительно, конечно. В общем, ничего нельзя. Снимать, фотографировать, ходить. Туалеты будут закрыты еще на Керчи сразу. Да? Или после уже. Все будет закрыто. Керчи дома. Ну, так что. Но у вас ходили в туалеты все и едем. Да, и езжайте спокойно. Вот так что едем. Едем. Нет, уже стоим. Пути. Какой-то поселок. Вроде связь пошла. И все. Вася только занялась распаковочкой. Время. Мы седем в поле, ты в час третий. Время. Без пяти минут. Ну, куда ты пакет, он сразу. Да. Ну, как там? Полотенчика. Видите, пока пассажиров у нас не добавилось. Так пойдет. Ну, пока еще станция не будет. Такое можно. Это что такое? Это я знаю тоже. Мало ли что. Надо со всех сторон аккуратн. Сейчас мы ее затеистим. Ты куда многим выучить по подушкам? Всего лишь полуроссии проехала. Паспало. Полуроссии на ней. Проехала, это понятно. Блин, вот к соседям нет. А если я две подушки в одну засуну? Что это за подушки? Меня дома трогаешь. Придет сосед. Что страшного? Придет сосед. Пусть сейчас. Надо было уже садиться. Сейчас трогай. Вот и карма прилетела. Сразу карма прилетела. Смотрите, видите, как сейчас все работает. Я хоть ножки вытяну. Что там? Это мамин футболка. Моя футболка. Вот. У меня хоть подушка нормальная осталась. Смотри. А что-то нас штормит. Да у нас что-то вообще сегодня? Ну, сейчас за пол. Да что такое? Я сейчас менять пойду. Барахляндия трясет. Смотрите, как меня трясет. Это мы так едем. В целом неплохо. Представляете? У нас турбулентность. Ну, ты не пустила. Что ты делаешь? У нас немножко турбулентность в вагоне. Ой, мы не поднимаем. Вот это распределение. Еще такие матрасы углубленные. Смотрите, чисто. Чисто? Может, ты что оставила? Чисто, говорит. Раз чисто, значит, чисто во всех отношениях. А у вас ноги-то чистые вы встали на мою. А я уже там чуть-чуть вся обвалялась. Вот. Илья спит. Удалился. В наушниках с музыкой спит. Мама-то решила спать на солнышке. Загорает. Под кондиционером загорает. Мне, наконец-таки, дали возможность полежать. Еле выгнала. И тебе тоже. Я просто постелю и приду. Ага, говорит, постелю и просто опять ко мне придет. Представляете? Я думаю, вы хоть полежать немножечко. Ножки вот. Можно на вашу подушку вытянуть? Собирать все. Продолжается. Летим с ветерком. Как говорится, с ветерком летим. Что у меня еще было? Вот это мое, да? Нет. А, да. Я такого не было. Твое. Забирайте. Забирайте, друзья. И едем. Я хотела завесить. Сказала. Проводник сказал. Ой, у нас тут сыр. Сказала, что... Я вообще перенесла. Что у вас было на барахлопроводник? Сказала, сейчас в Самаре, Саратове, Волгограде. Все, битком заполнится. Битком поедем. Поэтому пока мы, можно сказать, прохлаждаемся. Какие обещают? Пока не видно. Ну, еще станции не скоро. Вот. Поэтому пока прохлаждаемся сегодня. Завтра набьются ближе утром. А, сегодня вечером, получается. Завтра утром и еще днем. Три больших города. Самара, Саратов, Волгоград. Ой, ой. Доброе утро, друзья. Саратов. Друзья, всем доброе-доброе утро. Всем хорошего начала дня. Позитива и настроения. В общем, мы в Саратове, как вы поняли. Я тоже. Все в Саратове. А, замечательно. В общем, здесь станция... Стало, где стоит совсем маленько. В общем, здесь все вышли вам кто-то покурить. Но мы решили тоже воздух подышать. Но... Ночка была не из легких. Сначала у нас долго плакал ребенок. Потом у нас подсадились пассажиры. Я уже с утра звонила мужу. Он говорит, что с голосом? Я говорю, как будто всю ночь пили и гуляли. А всего лишь не поспали. Всего лишь не поспали. Шарко будет сегодня. Ну вот, а всего лишь не поспали. У нас первый вагон под номером три. Уже новый будет у нас синенький. Вчера был красненький, я вам снимала. Сегодня уже синенький. Так что все меняется. Пока мы тут спали, все изменилось. Утром началось с вишнего гранатового железка логенчиком. Прям хорошо пошло. Знаете, замечательно. Потом думаю, каша будет. Нет, лучше с коллагена ночное утро. Потом днем будет хондроитин с глюкозаменчиком. Не знаю, почему ночью не одела пирушин. А надо было, чтобы спать. Так что, в общем, полезняшки все с собой. Вот. Вкусненько. А в поезде вообще представляете, как вкусно. Десять раз. Да нет, двадцать даже. Это я все от тебя допью. Все ссылочки оставляю в инфобоксе под видео. Так что, всякое разное. И знаете, что в поезде еще очень хорошо пошло. Сейчас я вам покажу. Доброе утро, страна. Вот это вот новиночка из серии Витадер. Это восстанавливающие спреэссенции биотики для лица. Прям для дополнительного увлажнения. Очень понравилось. Очень понравилось. Успокаивает. Вот, чтобы кожа не пересушалась. В общем-то, поверх ухода можно плюсом еще добавлять. Так мы и, в общем, делаем эти активно. Уже используем. Вот такая вот штучка классная. Вышла новиночка от компании Тианде в линейке Витадер. Прям классный. Сразу в отпуск поехала. Полноразмером. Обычно я что-нибудь переливаю. Тут полноразмер поехала со мной. И прямо тут у меня в рюкзачке. Прям сразу же в рюкзачке. Все самое нужное. Прям тут. Сейчас будем скоро завтракать. Кофеечек. Кашка. Что-нибудь еще. Пока идет. Из окна вид какой. Пока идет связь. Все в интернете. Все в интернете. А я полезняшки буду есть. Завтрак. Это очень важная часть поездки в поезде. Там у нас будет кашка завариваться. Огурчики. Настя тут заварку выбирает. Лежа на второй полке. Верх ногами. Будет чай пить. Кто чем дает. Еще это мое. Я забронировала. Вот это зеленый, да, чай? Это можно пить. Да, гринь, чай. Ага, зеленый. Подъезжаем от Заратова. Здесь земляйца. А колбасу не нашли? Не нашли? Нет, там надо было в сумке искать 10 раз. Здесь не зашлили и не нашли. Зачем заняты? Я книжку читаю. Вот такую. В прошлом году тоже в отпуске читала, прочитала. Перед ней, которая. Настя, дальше кроссовер разгадывается. Получается, это уже не пынок. Далеко. Ты что-то не поняла, то ли подсолнечник, то ли что-то. Да. Подсолнечник? Ага, низенький. Друзья, мы с вами уже домчались до Самары. Друзья, мы с вами в Самаре. Что-то опять едим. Сухарики. А вот мы, друзья, с вами в Самаре едем прекрасно. Поезд полупустой. Все свободно. Вообще, кто-то тут делает прекрасные фоточки. Кто-то делает прекрасные фоточки. Города Самары. Не понял. А как мы последние оказались? Мы первые были. Сейчас мы будем самыми последними. Наверное, другой приедет сейчас. Цепка. Не знаю. Мне нравилось здесь первое место. Я думаю, что сейчас в Самаре в общем-то будет пополнение у нас пассажиров. Да, вот уже чувствуется пополнение пассажиров. В общем-то прекрасно едем. Вот так вот завершается у нас наш, так скажем, первый день пути. Первый день пути в поезде. Все там где-то еще вкусные сухарики. Так что вот такая вот жизнь. Как ваши впечатления о первом дне пути? Поделитесь, пожалуйста. Ну, нормально. Хорошо едем, да? Чуть-чуть-чуть там побольше. И было бы хорошо. Замечательно, да? Чуть-чуть бы не так холодно было бы в этом поезде. Да, нормально уже было. Нет, оно как дует, когда мне холодно. Я потом приеду домой. Я вот потом же удалю все эти штабры. Так надо сейчас выкладывать, пока это актуальненько. Тут что-то такое интересное. Не знаю, что это, но очень интересно. Очень интересно, друзья. Он все, ну, сфоткали. Столкать будет? Другой приехал. Опа! Красавчик. Сидишь, что из деревни, да? Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я обнимаю вас очень крепко, целую. Говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова